Приветствую вас, коллеги. Я думаю, что очень многие города видят сейчас меня. Я из Волгограда, меня зовут Татьяна Михайловна Ельценко. У меня в нашем городе центр выездных семинаров по парикмахерскому языку. Я много лет работала, сотрудничала с Николаем Ивановичем Харьковским. Он приезжал, более семи лет мы с ним работали. Он приезжал к нам в город. И на ту пору были только эти семинары. К моей радости, наконец, в этом году приехал Юрий Жданов и Ирина Агарба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, скажем, мне уже 4 года. Но, по сути, как у нас мастера работы, мастеристы, не особо-то я умею. Но я в восторге от того, как занятия прошли. В принципе, я зашла в интернет, тоже ролики посмотрела. Мне безумно понравилась работа. И вот я решила только присутствовать. Я универсал, да, но решила и, соответственно, отучить себя. Много чего дало, но, честно говоря, хотелось бы в дальнейшем продолжать. Потому что много минусов я себе нашла. Что надо продолжить все это делать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Это знания, которые я буду применять, работать, ну, в дальнейшем. То есть набивать руку. И следующий курс придум уже что-то другое. То есть узнаю информацию, буду дальше работать. Он рассказывает то, что он знает, и он хочет поделиться своими знаниями. А все остальные жадничают, я бы, может быть, так сказала. Жадничают знаниями. А он хочет, как Харьковский, что знал, то и отдать. Вот, наверное, так. Значит, я с Волгоградской области, города Суровикино. Я Ленинская, да. Мне очень понравилось. Естественно, я приеду еще. Да. Вот. Здесь мы узнали, как бы, столько нюансов. Ну, можно сказать. Я приезжала к Виктору Аксусову на семинар. Мне очень понравилось. Я приезжала к Александру Кузлатову. Тоже в восторге. В основном я режу то, что мне нужно. Очень много мужчин у меня стрижет. Меня это волнует. И, как бы, окрашивание, само собой. Ну, прически я не люблю. Я приезжала. Мне это не мое. Я больше. Я еще пока себя не нашла. Очень нравится мне стиль, как работает уксус. Вот это что-то мне близкое. Мне нравится очень. Не совсем я, конечно. Часто его посещаю. Мне очень нравится. Кувак мне нравится. Техника окрашивания. А вот по мужским стрижкам я выбираю только Юрия Жданова. Больше не нравится. Меня зовут Юля. Я из Волгограда. Работаю в детской парикмахерской. Про семинар Юрия Жданова узнала из интернета. Написала ему. Он мне сказал, куда позвонить. И, как бы, созвонила с организатором. Очень позитивный семинар. Есть в дальнейшем над чем работать. Узнала много нового. Человек рассказывает о каких-то нюансах, о которых многие другие мастера предпочитают не говорить. Поэтому получила заряд позитивный на дальнейшую работу. Скажем так, чтобы выступать на конкурс в мужских работах, пока я еще, наверное, не готова. А вот именно что касается причесок Ирины, да, скорее всего. То есть я уже участвовала в конкурсе. Уже занимала первое место в прическе из длинных волос. После этого меня очень долго мучает огрызение совести, что надо, надо, надо продолжать. И поэтому, я в обиду, конечно, Юре, но я бы хотела попасть на прически еще. Поэтому, так что буду стремиться успеть и там, и там. Пока что буду работать над своими ошибками в мужских работах. Когда человек долго очень не работает с этим, он теряет какие-то свои навыки. И вроде бы, конечно, там, у меня многие говорили, что нет, это невозможно, что там, это как езда на велосипеде, сел и поехал. Нет, это как, что-то забывается. То есть если нет практики, и потом долгий промежуток времени, то очень забывается, и очень тяжело потом начинать все заново. Опять же, начинаешь смотреть на других мастеров, они уже работают так, как они привыкли к их ленту. Вот сейчас я понимаю, что есть некоторые вещи, которые я делала неправильно, и о которых мне там, например, Юра сказал, как надо это делать. Я спросила сначала у Юры, какого уровня должны быть мастера, потому что, ну, я считаю, что у меня там, например, что-то делать там очень-очень-очень, у меня нет такого уровня. То есть, поэтому мне вот сейчас трудно какие-то элементарные ищут для себя понятия. То есть, вот сейчас, вот, например, я понимаю, что там мужских стрижек, то есть, должна быть такая форма в женской, такая, то есть, а не так, как хочется там подстричь. То есть, надо делать так, как правильно, а не так, как от себя. Хочется уметь делать прически, хочется уметь встречи, там, мужские встречи. То есть, я не говорю, что я конкретно хочу переквалифицироваться, там, мужского мастера, но надо уметь всю. Спасибо большое. Обязательно приду на встречу с тобой. Спасибо. Я здесь, когда, ну, очутилась, я поняла, что я дома на самом деле, потому что дело в том, что я обучалась у Николая Ивановича очень много лет тому назад, да, и этот человек, который, ну, дал мне профессию «Жизнь». И, тем не менее, Ирина и Юра, они связаны Николаем Ивановичем, и я поняла, что вот у нас есть что-то одно единое целое. Ребята, на самом деле, огромные молодцы, потому что те знания, которыми они обладают, они настолько вложили. Это часть их жизни, это часть их жизни, это практика, отработка, это конкурсы, это адский труд, они пронесли через себя, и сейчас они готовы это отдать. Они готовы отдать другим начинающим мастерам или мастерам, которые уже со стажем, но этого не знают. Это огромная ценность, то, что они отдающие, ребята отдающие, потому что многие мастера, которые хотят что-то показать для учителя, они показывают, ну, маленькую часть айсберга. Ребята выкладываются на полную, вот по полной программе. Я смотрю те элементы, которые до меня не доходили. Я училась у Николая Ивановича, но то ли я не поняла, может быть, в тот момент мне не нужна была эта волна. Но на третий день я ее сделала, и я так счастлива, что она у меня получилась. И я понимаю, что прически это моя жизнь, мне это нравится, и я очень на многие курсы окажу, потому что я как губка, я, ну, стараюсь впитать. Может быть, кому-то это легко дается, а кому-то нужно немножечко больше времени. Но я этим живу, это внутри меня. И я очень рада, что ребята приехали, когда я их увидела на сцене, я... О-о-о-о! Сама, граба, 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 это вообще, это... Для Волгограда это настолько ценно, вы этого не понимаете. Правда, вы этого не понимаете. И я хочу пожелать ребятам, что в добрый путь, в добрый час, чтобы у них все получилось, и чтобы были слушатели благодатные, и чтобы ту информацию, которую те знания и умения, которыми они обладают, чтобы они донесли до окружающих. Ведь это здорово, потому что это одна единая команда, одна система, в которой нужно работать, и нужно равняться на таких, как Ирина, и на таких, как Юра. Потому что в их жизни уже многие успехи и многие достижения достигнуты. Они уже взяли свое, и они готовы просто это отдать. У меня есть небольшая студия, студия «Прически апрель». Она так и называется, студия «Прически апрель» в городе Краснослободске. Нет, даже не в Волгограде, в Краснослободске. Вот, и я немножко фанат этого дела. Мне нравится творить. Это я не считаю, что это вот моя работа, где я должна вот целыми днями вот стоять, вот зарабатывать деньги. У меня как вдохновение. И когда я вижу, что это невеста или это вечерняя какая-то прическа, я счастлива от того, что я делаю. Сегодня моя работа, она сама меня вот прям вот очаровала, потому что мы вчера с Ириной отработали, а сегодня я это сделала, и в душе настолько приятно, настолько вот я счастлива. Это что-то дорогого стоит. Я пойду на конкурс. Чего бы мне это ни стоило, я, да, и амбиции свои засуну куда подальше, я пойду обязательно на конкурс. Я давно хотела их пригласить, все как-то было, не получалось. Дело в том, что Юра, в том числе, отучился и у Николая Ивановича Ходковского. Я его знала еще совсем юным. Меня настолько поразила его работа, его отношения. То есть это настоящий профессионал высокого класса. Это, наверное, знают многие, кто видел его работы. Но то, каким он стал преподавателем, и с какой щедростью он делится своими знаниями и умениями, и насколько меня очень, вот как раз вот это меня поразило, подробность и поэтапность всех работ, которые он вначале показывал, а потом, когда на отработках девочки. То есть от самого начала и до самых сложных стрижек, вплоть до того, какова была площадка. Это было нечто. Еще раз повторяю, что я стараюсь приглашать не только хороших мастеров, но прежде всего преподавателей. Что хочу сказать об Илине? Это хрупкая, тоненькая, очень интеллигентная девочка с таким вкусом, с такой любовью, выполняющей работы, которые поражают своей чистотой, благородством и изысканностью. Прически просто супер. Подача их, объяснение и поставка рук для мастеров тоже удивительна. Ну, в общей сложности я настолько довольна и счастлива, что все-таки они приехали. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо за вашу работу. Спасибо за то, как профессионально вы подходите к этому, как умело, как правильно подаете материал, с какой, я не знаю, даже трепетностью, что ли, к мастерам, у которых что-то не так получается. Пока эту проблему не уберет, и Юра, и Кирина не отходят. То есть вот это очень ценно, но самое главное, что у меня были мужские мастера, которые давали мастер-классы с отработкой, не всегда делились так. И не всегда, да, показали, рассказали, где-то, но столько, сколько я увидела, как парикмахер, в общем-то, бывший парикмахер с 35-летним стажем, сколько я увидела нового на старом материале. То есть меня это поражало. Знаешь тушевку, знаешь переход, знаешь те же, скажем, в прическе какие-то элементы и как... Но вот такие тонкости, которые сказал и показал Юра в этот раз и в прическах Ирина, я сама училась. Я с огромным удовольствием просто наблюдала. У меня как-то получилось так, что я действительно первый раз, у меня получилось, что я и сидела, смотрела мастер-класс, и мне хотелось, я просто сидела, смотрела, как Юра преподавил, как он все это делает, как Ирина рассказывает. Захватывающе. Очень много нового, правда. Даже не думала, что на старом материале, который, ну классика есть классика, да, ну казалось, что ну все-таки уже знаешь, все-таки уже умеешь, все-таки прошла и уже успела забыть. А тут, вот даже сейчас, он такую тонкость сказал девочке, что народ открыло. Ой, как это все просто. И все, и проблема решена, там что-то связано с проблемной зоной науки. В общем, здорово. Просто здорово. Дело в том, что было два момента. Я видела ее в киноработе еще когда он мальчишкой. И потом, для меня в то время, слово вообще Николая Ивановича, но это не божитель был. По той простой причине, ну вот с Агровой я не знакома. Я знаю, что у меня там друзья. Николай Иванович много рассказывал. Вот, кстати, Николай Иванович как раз первый раз и про Юру сказал, он говорит, если не свернет, если ему голову, когда модельным было еще, если ему голову не сорвет, вот, ну, могло же повести в другую сторону, вот только вот это, да? Вот так будет. Так оно и случилось. А про Иришку он тогда еще говорил, что у этой девочке большое будущее. Он тогда еще сказал, что у нее очень хорошее чувство формы. Вот это я так понимаю. Так оно и есть. Ну, я же вообще чудо. Чудо. Продолжение следует... Продолжение следует...